Десять курочек и петушок. Вот такое вот хозяйство у бабы Зины. К ним во двор и спешила вечером воскресенье. И в прямом смысле наткнулась на необычное. Пошла кормить скотину. И вот тут вот что-то такое вроде качнуло. Давай поднимать. Шум. Докапываться до истины долго не пришлось. Сосед Александр снял лопатой сантиметров 20 почвы и замер от неожиданности. В трех метрах под землей ему открылась тайная комната. Полы, стены, все в нормальном состоянии. Обычная комната. С меня ростом. Сколько там? Ну, может, 3 на 3 шириной. Обследовать решились не сразу. Мало ли, что там внизу. Но любопытство взяло верх. И вот теперь другой Александр. Второй день в роли экскурсовода. Показывает подземелье и местным, и даже полиции. Следовало. Там как бы два помещения. Ничего такого подозрительного нет. Может, партизаны здесь были. Местные зевятся. Помещение под землей из добротного бруса. Видно на века. Древесина сгнила лишь местами и покрылась плесенью. Здесь же труба с функцией воздухоотвода. Для кого это все построили? А главное, когда? Загадка. А может, что-нибудь хранили? Здесь артиллерия стояла. Две пушки. Ледоков расстреливали они. Белогвардейцы. Когда-то я вот таким был. Здесь развели парк. Вот тут вот. Ну вот он где-то полиция. Вот около этого интерната. Ну парк был большой, канава шла вот так вот туда. Проточная канава туда шла. Ну вот я не помню, чтобы что-то такое было. Разгадать тайну подземной комнаты тут же собрались в школе. Здесь бережно хранят копию карты местности аж с 1910 года. Поверх нее наложили современный план Танхоя. Вот это барак, который идет вдоль дороги. А вот это поперечное метро. Большой барак. И смотрите, где он стоит. Это, вероятнее всего, участок, а может быть основание или какие-то подсобные помещения той церкви, которая была. Но это наше опять предположение. Мы можем ошибаться. Если это так, то по стройкам более столетия церковь в поселке появилась в 1917 году. А когда была разрушена, неизвестно. Возможно, что-то уцелело в земле. Однако краеведы, знатоки истории Танхоя, придерживаются другой версии. Мы считаем, что сенсации как таковой нет. Полагаем, что это обычная хозяйственная постройка. Скорее всего, этот подвал был предназначен или был в усадьбе какого-то участника. Полагают, это постройки смотрителя станции или купца, трогавшего обувью. А церквушка находилась западнее. Все это мало волнует местную администрацию. В находке видят лишь проблему. Обследуем на предмет обнаружения подозрительных веществ. После чего будем устранять, то есть засыпать. Безопасность волнует и бабу Зину. Теперь она целыми днями следит, чтобы к провалу не подходили ни курочки, ни местные одетвора. Соседи соорудили специальный щит, но он явно не спасет, если начнет осыпаться земля. Решение по находке еще не принято, но и ученые, и местные предлагают не рубить с плеча. Мы и так многое утратили. И просто посмотреть, как это могло простоять закопанным сто лет в земле и до сих пор уцелела царская постройка. Хотя бы изучить, как строили раньше, из дерева на века. Мария Красикова, Батархалматов, телекомпания «Оригус», Кабанский район.